Завтра будет семейный вечер со всеми близкими. 31 числа будет концерт, а 1-го будет шумная вечеринка. Так что я хочу все форматы объять. В основном это мои друзья-артисты, которые хотят в качестве подарка исполнить какую-то мою песню, например. То есть совместное исполнение будет только, пожалуй, с Валерией. И то я буду играть на фортепиано, она будет петь мою песню «Ты и я». А остальные ребята... А, и с Арбениной тоже. Мне очень приятно, что она согласилась и обратила внимание на мою инструментальную музыку. И написала специально очень красивые, очень интересные, мудрые стихи. И опять же я буду исполнять свою композицию, а она будет декларировать стихи. И мне кажется, получится необычный такой, неожиданный номер. Оркестр будет, безусловно. Оркестр будет... Ну, у меня живой звук, соответственно, мои музыканты. Оркестр малосимфонический, вот, порядка 30 человек, они будут на сцене. Они тоже будут участвовать и в песнях, и особенно в инструментальных композициях. Завтра их будет немного, потому что я в основном буду петь песни, потому что как бы за эту мою большую уже долгую жизнь много написано песен, и люди их хотят слышать, люди хотят окунуться в разные периоды моего творчества. Но инструментал, конечно, тоже будет, но в основном инструментальные вещи. И у меня есть возможность играть на своих именно инструментальных концертах, которые в основном проходят в Доме музыки или в других филармонических залах. А юбилейный концерт, он на то и концерт, чтобы быть веселым, праздничным, позитивным, хитовым, узнаваемым. То есть максимально хорошим настроением, как праздничный торт. Есть генетика, потом есть среда, в которой я воспитывался, да, советская школа. Вот. И я на самом деле такой, как у есть, я слишком, недавно тоже в интервью говорил, что слишком, может быть, даже мягкий и скромный, вот. А в шоу-бизнесе нужно быть понаглее, потому что надо везде лезть, надо везде прорываться, надо, чтобы тебя, так сказать, постоянно замечали. Тогда ты на виду, да. Ну, это вот такая одна установка. А я как-то старался все-таки брать своим творчеством, своими песнями, и долгое время мне это удавалось. Вот. И интерес к этому юбилею, он тоже, видимо, связан с тем, что люди просто, ну, любят мои песни. И за это я им очень признателен. Собственно говоря, в этом и есть смысл существования творческого человека, приносить радость кому-то еще, не только себе. Рэп я не особо читаю, это просто, как бы, в качестве больше юмора, иронии, какой-то самоиронии. Вот. Ну, просто есть стабильность некая такая, да, плюс юбилейные годы, юбилейные концерты всегда привлекают особое внимание. Вот. Плюс колесо прокрутилось. Сейчас очень модно музыка 90-х, да, музыка 80-х, 90-х. И у молодежи тоже. Они воспринимают эти звуки, это звучание как-то по... И, собственно говоря, ну, я не хочу продолжать писать, например, в этом стиле. Я хочу двигаться вперед. Поэтому эксперименты с молодыми артистами, они будут продолжаться, потому что свежая кровь обязательно нужна в виде и продюсеров, и артистов. Но сегодня рэп действительно поглотил все. Раньше была рок-музыка больше, да, сегодня рок-музыка превратилась в рэп. И молодые артисты, они музыке уделяют непосредственно немного внимания. В основном они уделяют внимание словам. И бывают интересные поэты, в том числе. Надо просто уметь через всю эту внешнюю составляющую разглядеть их таланты. Они тоже талантливые люди часто очень. Мое поколение, оно все равно туда не особо обращается, поэтому никакой угрозы для меня, для артиста нет. Есть сложность в том, чтобы достучаться до молодежи. Но через интернет, через иронию у меня это частично получается, хотя все равно они воспринимают меня как взрослого дядьку, полумем, который там шутит, что-то такое. И это нормально. Но вместе с тем, они, может быть, там, кто-то из них придет вместе с своими родителями на мой концерт или на мой спектакль, что даже важнее, потому что в спектакле перевернуть игру, я все-таки говорю с молодежью о классической музыке, о классической культуре хочется донести и что-то заранить в них все-таки, чтобы это была не только поверхностная рэп-культура и то, что их окружает массовая культура.